Второе покаяние – это борьба с грехом, со страстью. И есть помыслы, есть страсти, да? Как Иисус однажды книжнику сказал, который попросился, чтобы пойти за ним. А Иисус говорит, что сын человеческий не имеет те главы преклонить. Птицы имеют гнезда, лисицы – норы, а сын человеческий не имеет те главы преклонить. Понятно, что Иисус сбивает такую романтическую из пись книжника, но он решил, что вдруг еще в 12 сберут. А Господь говорит, имей в виду, мы вот где ночь застала, там и спим. То есть тут не до романтики. А в таинственно-иносказательном отношении, это вы можете у блаженного феофилакта прочитать у других отцов. Возможно, что многие из вас это и слышали уже. Птицы имеют гнезда – это помыслы в уме. Гнездо нужно наверху, вот наверху у нас голова, мысли там, птицы эти помыслы бьют. А лисицы-норы – это страсти в сердце. Там они буравят наше сердце, эти страсти. А сыну человеческому не там, не там нет места главу преклонить. И вот второе покаяние – это борьба с помыслами и истребление страстей. Это не бывает в один день. Это не могло случиться просто так по дороге в Дамаск. Даже с тем же великим Павлом. Это не могло случиться с Петром. Даже когда Господь Иисус с ним встретился. Это задание на всю жизнь. Это то, чем мы всегда занимаемся. Но прикиньте, солдата, который не дал присягу, но его там всему воинскому искусству учат. Что это? То есть присяга – это разовое событие. А потом ты будешь учиться долго и много. И по большому счету всю жизнь. Рассказывать много всяких примеров я не буду. Надеюсь, об этом часто и много говорится. Я уже повторяюсь. Об этом всегдашнем покаянии. То есть, Божьей милостью будем не грешному. Молитва Матаря. Действительно, мы с ней входим в храм. Мы об этом молимся. Тот же покаянный канон, который мы читаем. Те же покаянные молитвы, которые перед каждым приобщением святых тайн мы совершаем. То есть, это уже наша жизнь. Это наша духовная брань, которая непрестанно происходит с нами. Если мы ограничимся первым покаянием, то мы будем похожи на бабочку-однодневку. Красивая летает, но она никогда не достигнет высот. А чтобы быть птицей, которая может взмыть вверх орлом, вот тут нужно второе покаяние. И здесь все преподобные отцы, которые уходили в пустыню, которые там несли это покаяние, они нам великий пример. Есть такое замечательное стихотворение бельгийского поэта Митерлинка. И там есть такие слова. «Ангелы прекраснее человека, но в их глазах нет слез». Вот это глаза, промытые слезами покаяния, они превращают наше лицо во что? В лик. Они превращают наше лицо в лик. А вот если глаза никогда не промываются покаянием, они не остаются глазами, тогда лицо не остается лицом. А превращается во что? В образе. Ну если а-ля Дмитрий Смирнов в морду. То есть, да, вот поэтому есть рожа, есть лицо, а есть лик. Вот. Это действительно так. Лицо – это то, что… Это биология. А вот, да. Поэтому второе покаяние – это величайшее счастье, которое нам дано, и которое мы действительно всю жизнь, в котором мы живем. А вот может ли быть 17 плюс 30, или всегда 47? Мария Египетская – 17 ли, а потом? И вот у других. Я многострадальный. Борется со страстью. Известно какой. Но кому неизвестно, с блудной страстью он боролся. И, наконец, на каком-то этапе он получил освобождение. Антоний Великий 20 лет с этой же страстью боролся. И получил освобождение. То есть, это возможно. Возможно полное исцеление. Это бывает. Но чаще, до конца, чаще – просто 47. А иногда бывает 17 плюс 30. То есть, от каких-то пороков, в конце концов, Господь милостивый к нам. И Он позволяет нам в процессе нашей жизни что сделать? Со-ста-реть-ся. Вы знаете, какое-то счастье? 60 плюс – это классно. Я вот просто счастлив. Грехов нету. А? Грехов нету таких телесных. Все успокоилось? Все успокоилось? Это я не говорил. Это все не моими устами сказано. Но Господь действительно, в том числе, дает от многого освобождения. Сегодня в музее нам сказали, вежливее, чем я сейчас выразился, возраст мудрости. А может быть, возраст, на ту же буквой М начинается, маразма. Это если состарился, а второго пока нет, тогда маразм. Тогда духовный маразм. Тогда человек окончательно закостеневает в грехах. Он становится непрошибаемым. Помню, бабуля, я еще молодой тогда, молодые же батюшки аретивые. Стоит, нету у меня грехов, и все, что привязался? А тут пацаненок. Я говорю, Олег, иди сюда. Раз, подходит малыш, 7 лет ему красит. Я говорю, Олег, ты врал когда-нибудь? Да. Я говорю, а тебе 70, а ты ни разу. А он за 7 лет успел. Она на него смотрит. Я говорю, когда тебе 7 лет было, у тебя было то же самое, да. А теперь вот так вот. Ну, не знаешь уже, как подойти к человеку. Да, вот это отсутствие второго покаяния, это ужас, конечно. Тогда действительно, я даже сейчас, вот это наступает маразматическое состояние не в смысле психиатрии, а в смысле духовности. То есть мы духовные маразматики. Это страшно. Когда бабушки говорят, что я ничем не грешна, дела хорошо. Это либо она не ведает, что творит, а это, к счастью, очень часто. Поэтому батюшкам не всегда полезно быть ретивыми. Часто она говорит, что я ни в чем не грешна, потому что она не знает, о чем тебе спрашивают. Если ты по квантовой механике ее начнешь спрашивать, она еще что-нибудь отвечать начнет. Ну вот, так лучше не спрашивай. Или сначала объясни. Но для нее, да, для нее покаяние – это квантовая механика. Это очень трудно. Потому что у нее впечатление, что ее подозревают чуть ли не в бандитизме. Я не бандитка, я не то, я не другой, я вообще нормальная. Чего ты ко мне привязался-то? Чего тебе от меня надо? Вот, я пришла. То есть, они часто по-честному не понимают. Но когда дать им того же Иоанна Крестьянкина, как подготовиться к исповеди, и сказать, через неделю придешь, и некоторые приходят, и начинается нормальная исповедь. То есть, оказывается, человеку просто надо было объяснить. Не надо было ни охать, ни строить какие-то вот такие экстравагантные ситуации создавать. А просто надо человеку пояснить. Человеку пояснить. И в большинстве случаев они проходят через это ни в чем не грешно. А вот в редких случаях не проходят. Вот там, да. Там уже происходит. Ну, окамененное нечувствие, да, вот уже, если на языке молитва слова. То есть, тогда все уже, камень, не чувствует. Вот. Но чаще просто... Поэтому мы, священники, на литургии два раза произносим молитву. Вы ее обычно не слышите, она в алтаре произносится. О людских невежествиях, о наших согрешениях и людских невежествиях. То есть, мы согрешаем о людях в невежестве. И вот в данном случае, к счастью, это все-таки всего лишь невежество, а не маразм. То есть, надо просто это невежество рассеять. То есть, надо оглашать человека. И тогда он поймет, и покаяние будет, и все такое. КОНЕЦ